Мастер и Маргарита Осенью 1653 года на Земском соборе в Москве было принято решение принятия в подданство русского царя запорожских казаков Россия объявила войну Речи Посполитой Ровно через три месяца в городе Переиславле свершилось событие, которое во многом определило дальнейшую судьбу двух наших братских народов Переиславская рада 1654 года У нас в гостях историки Сергей Перевизенцев и Кирилл Кочекаров Здравствуйте Сергей Перевизенцев Выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического института Доктор исторических наук Профессор факультета политологии МГУ Сопредседатель правления Союза писателей России Автор книг и публикаций в том числе Русская религиозно-философская мысль И Россия. Великая судьба Кирилл Кочегаров Вопускник исторического факультета Московского педагогического университета Кандидат исторических наук Старший научный сотрудник Института славяновидения Российской академии наук Автор ряда статей по истории русско-польских и русско-украинских отношений И книги «Речь Посполитая и Россия. Заключение договора о вечном мире» Надо начать все-таки с предыстории Потому что совершенно непонятно Зачем было Воссоединяться в 1654 году И тем более Зачем было Рассоединяться Чтобы потом Воссоединяться Проблема, конечно, заключается В той Многовековой Разделенности народа Которая произошла После монгольского нашествия Ведь до Середины 13 века До той поры Когда Монгольские орды Ворвались На просторы Восточной Европы И Начали воевать Русские земли Русская земля Была Политически разделенной Ну, в силу того, что Это была политическая, так называемая, раздробленность Единого государства не было Было там где-то То ли до 50 То ли больше 50 Княжеств Ну, в силу того, что делились Княжества между различными Князьями Но Это была богатейшая страна Недаром ее Называли Страной городов Страной тысячи городов Историки установили Что Ну, минимум Полторы тысячи городов И городищ Было на территории Русской земли И это были Очень богатые города Это была часть Европейского мира Потому что были связи И династические И торговые И экономические И политические Ну, в общем, там Западная Европа, я имею в виду И культурные Это была часть Одновременно Восточно-православного мира Потому что Систенчные связи были С Византией И так далее И Несмотря Еще раз повторяю На то, что Единого государства Не существовало Это было все-таки Единое В культурном В духовном В языковом В экономическом Отношении Земля В силу того Что к началу 13 века Ну, совершенно Уже упала Роль Киева Как Даже номинального Центра Тогдашнего Тогдашней Русской земли Потому что Он был окончательно Разорен В начале 13 века И даже Еще В 12 веке Андрей Боголюбский Своевавший этот город И сжегший его Он даже там Сидеть не стал Он вернулся К себе Обратно В Владимир И в общем Был доволен Той жизнью А там сидели Его Посадники Кстати говоря Не зря Ведь когда Монголы пришли В Киеве Князя не было Киев же Защищал Воевода Так вот К середине 13 века Значение Киева Пало Но Сформировались Начали формироваться Потихоньку Два очень крупных Новых Таких Политических Центра Один центр Это Северо-восточная Русь С Владимиром Монгольскому Иго Разорвало Единую До того Русскую Землю И вот Получается Так Что в течение Ордынского Иго Северо-восток Русских Земель Начинает Жить Своей жизнью А юго-запад Начинает Жить Своей жизнью На северо-востоке Мы все знаем Это то Что потом Стало Русской Национальной Историей Выделяется Москва Москва Начинает Объединять Вокруг себя Другие Северо-восточные Русские Земли И в конце 15 века Великий князь Иван Третий Благодаря усилиям Которого Окончательно Уже создается Так называемое Русское Централизованное Государство Ставится Ну задача Перед Русским Государством На многие столетия Вперед Иван Третий Принимает Титул Государя Всея Руси А значит Претендует На то Чтобы объединить Вокруг Москвы Все русские Земли Которые входили В пределы Древнерусского Государства Эта задача Исполнялась На протяжении 300 лет Окончательно Она была Исполнена Государой Екатериной Второй Которая Присоединила Правобережную Украину К территории Российского Государства А Юго-Западная Русь Начинает Жить Своей жизнью Ну получается Так Что уже В начале 14 века Галецко-Волынское Княжество Фактически Поглощается И прекращает Своё существование Как отдельное Государственное Образование Часть уходит Венгрию Часть уходит В Польшу А большая часть Включая Киев И так далее Это уходит В состав Литовского Государства На протяжении 14-15-16 веков Там не было Особых Больших Проблем В силу Того Что Само Литовское Государство Было Достаточно Таким Специфическим Образованием И Православный Элемент Русский Элемент Этнический Там играл Огромную роль Но В конце 14-го века Литва Берет курс На Западную Цивилизацию Заключается Уния По которой Католичество Становится Фактически Государственной Религией И Вот этот Конфликт Между Католицизмом Католическим Католической Литвой И православным Населением Юго-западных Земель Русских Он становится Все более и более Приобретает Такую окраску Жесткую Этого конфликта Желание получить Население Второго сорта Другая степень Там Патрации Зависимости Просто Литовская Верхушка Начинает Потихоньку Забираться На русские земли Но Наиболее Жесткую форму Этот конфликт Приобрел После того Как Литва Окончательно Воссоединилась В Унии с Польшей Это уже конец 16 века И возникло Государство Под названием Речь Посполитой Великое Княжество Литовское Государство В 13-16 веках Расположенное На территории Современной Литвы Белоруссии Части Украины И России Великое Княжество Литовское Было Основано Князем Миндогом Великие Князья Литовские Захватили Ряд Древнерусских Земель Отразили Агрессию Немецких Рыцарских Орденов Примечательно Что В Гренвальской Битве 1410 года Объединенные Литовско-русские И польские Войска При участии Чешских Отрядов Наголову Разбили Рыцарей Тевтонского Ордена И приостановили Их Наступление И вот тогда В силу того Что Польша Была католическая Страна Причем такая Католическая Уверенная Страна Вот тогда Возникли Проблемы Уже Не просто Между Католической Польшей И Русским Православным Населением Значит Этих Юго-западных Бывших Русских Земель А еще И возникли Проблемы Экономические Потому что Эти земли Стали принадлежать Польским Магнатам И Вот это Религиозные Противоречия Начали Дополняться Повышенные Экономические И социальные Эксплуатации И национальные Эксплуатации Этих Земель Я может Тут хотел бы Кратко Напомнить Некоторые Вехи Тогда Вот Истории Именно Тех Земель Которые Послужили Собственно Базой И основой Возникновения Вот войска Запорожского Вот этой Гетманщины Как ее в науке Принято называть Которая в 1654 году И Вошла в состав России Вот Сергей Вячеславович Правильно сказал Что Киев Конечно Потерял значение Уже до монгольского Нашествия Но все-таки Символическое значение Как общерутского Центра Сохранялось И вот именно Упадок Киева Такой Катастрофический Происходит После Именно Монгольского Нашествия Ведь Плана Карпини Знаменитый наш Путешественник Когда проезжал Только не наш Наш известный Известный У нас Путешественник Когда проезжал Через Киев Он писал Что в городе Осталось едва 200 домов И жителей Монгол держат В самом тяжелом Рабстве То есть город Полностью запустел И С другой стороны Мы должны помнить Что последним Великим Князем Киевским Из династии Рюриковича Был Александр Невский Который получил Этот титул Уже из Монгольского Князей Рюриковича Уже в Киеве не было Киев был такой Город Совершенно Так сказать Второсортный И Второразрядный И долгое время Там даже не было Плотного Какого-то Земледельческого Населения Потому что Это было На самой границе Со степью Вот это Нижнее Поднепровье Ведь мы Многие вехи Даже истории Киева 13-14 века Знаем так Очень приблизительно Например Идут споры Когда он Перешел под власть Князей литовских Было ли это После Синеводской Битвы там До В общем Даже споры Идут о датах И еще Даже изучая Значит Реестры Первые реестры Податного Населения Которые были Составлены Если не ошибаюсь Там в 15 веке Может быть что-то раньше Видно что там Жило одно Военно служилое Население То есть Земля Населения Как такового Было очень Очень мало Очень оно было редким То есть Вся эта территория Есть же Предположение По-моему Даже не предположение А такая Теория О том что там После монгольского нашествия Просто население Сменилось Его заселили Совершенно иные люди Потому что Там была физически Уничтожена Ну действительно Большая часть жителей Погибла Кто-то ушел Ну какое-то Автохтонное ядро Сохранялось Но действительно Было очень много Переселенцев Было же две Известных колонизации Вот этого Нижнего Поднепровия Уже После монгольского нашествия Первая была Значит В 15 веке Но потом В результате Череды крымских набегов Тогда был Такой расклад Установился В Восточной Европе Геополитический Что крымский хан Был союзником Московского князя Хан Большой Орды Был союзником Литовского князя Соответственно Литовский князь Подстрекал Большую Орду Совершать набеги На Значит Московские Украины Московский князь Подстрекал Крымскую Орду Совершать набеги На Нижнее Поднепровие Южные границы Великого княжества Литовского Из-за этой череды Крымских набегов К концу 15 века Киевщина Среднее Поднепровие Опять запустела И вот второе возрождение Вторая колонизация Происходит уже В 16 веке И особенно толчок Сильный ей дала Вот эта вот уния Люблинская Которая Сергей Вячеславович Сказал Когда три воеводства Украинных Киевская Братславская И Волынская Отошли в состав Именно польской короны До этого они находились В составе Великого княжества Литовского Магнаты начинают Получать огромные земли На правах держания Пустующие В которые они привлекали Переселенцев С внутренних районов И Польши И из юго-западных Бывших русских земель И значит Ну отовсюду Откуда могли Собственно Им давались льготы Там Опять это земледельческое Население Стало возрастать И вот именно тогда Формируется Вот этот вот И как бы Та среда В которой возникло Казачество И те противоречия Формируются тоже Вместе с возникновением Этой среды Потому что Сложилась совершенно Специфическая обстановка Что магнаты Находясь далеко От королевской власти Они были полными Господами И Такими Крулевентами Как их по-польски Называли Короликами Своих имений То есть Они сами Устанавливали налоги Собирали Там Была система Так называемых Староств Которых давал Король в пожизненное держание Это староства Охватывали Огромные территории Там Допустим Вот Вишневецкие Под их властью Да С центром В Лубенщине Лубни Была Огромная территория На левобережной Украине Допустим Канецпольские Но если Вишневецкие Это еще бывшие Так сказать Православные княжата Которые Католичились В 17 веке То Канецпольские Это уже выходцы Из польской шляхты Которые получили Огромные владения На правобережье Собецкие Калиновские Вот Все эти значит Магнаты Они естественно Вели бурную Хозяйственную деятельность С одной стороны Привлекали переселенцев С другой стороны Они несли туда Новые какие-то порядки В том числе культурные Это значит Католическая церковь А после унии Это униатская церковь Это значит Какое-то Не местное население Городов Которые они основывали Все это конечно Создавало тот Клубок противоречий Потому что Ведь помимо Вот этой колонизации Сверху Магнатской Была еще и колонизация Снизу Простые люди Там любители Вольной жизни Они уходили На низ Днепра На среднее Поднепровье Основывали сначала Так называемые Зимовники Где они приходили Только Либо такие поселения Где они жили Только летом Ловили рыбу Пасли скот На зиму Они откачевывали Что называется Уходили в города В Киев Там Города Верхнего Поднепровья Либо потом уже Стали оставаться на зиму Так возникали Вот какие-то Зимовники Такие Естественно Эти люди думали И о своей безопасности Сами Собственно Они должны были Сами давать отпор Татарам Которые все время Рыскали И мелкие отряды Татарские В поисках невольников Да Потому что Ну мы знаем Что в Крыму Земледельческое Значит Население было Тоже довольно слабо Разве Вообще сельское хозяйство Слабо Основное производство Ну нельзя сказать Что генеральное Это было И основательно Но одним из важных Статьей расхода Был экспорт невольников В Турцию Да Так было К сожалению И естественно Поставщиком этих невольников Являлись Северные страны Это или княжество Московское Или княжество Литовское Или Речи Посполитой Поэтому конечно Эти люди Которые сами На свой страх и риск Жили в этих Низовьях Днепра Основывали там Какие-то поселения Они должны были Сами о себе заботиться Так возникло Казачество Так сказать Как некая Самоорганизация Общества Вот в этом Таком Политическом вакууме Это среда Которая претендовала Которая добилась Каких-то Так сказать Своих Своего уровня Развития Да Она Естественно При появлении Уже Так сказать Новых хозяев На этих землях Должно было Произойти Какой-то конфликт И этот конфликт Произошел Он Вот То что О чем мы будем Говорить Народно-освободительная Война Такой мощный взрыв Который возглавил Богдан Хмельницкий Он ведь был Предопределен И предрешен Чередой Других конфликтов Казацких восстаний Так называемых Их было Несколько Крупных восстаний Да Начиная с 1591 года Восстания Косинского И значит Потом пошло Поехало 95-96 восстания Наливайка 1625 год Восстания Жмайла 1630 год Восстания Тараса Федоровича 37-38 год Самые крупные Восстания В которых уже Ихмельницкий Участвовал И все это Постоянно Шло по нарастающей Значит Казачество Расширялось Население Росло К слову сказать И происходит Именно в 17 веке И возрождение Киева Уже как и такой Духовной столицы Православия Там появляется Значит Коллегиум Киевский Да Мы также Не должны забывать О том Что по нарастающей Шла еще одна Линия противоречий Помимо вот этой Сословной Между казачеством Магнатами Значит Шло еще нарастание По линии Вот Сергей Вячеславович Говорил По линии Веры То есть 1596 год Брестская уния Значит Появление Униатской церкви Причем Православная иерархия Ликвидировалась Полностью То есть Фактически Православные Вынуждены были Перейти Как говорится Сейчас современным языком На нелегальное положение Вся иерархия Киевской митрополии Перешла в унию В главе с Митрополитом Михаилом Рогозой И только В 1620 Году Значит Кто-то из Византийских иерархов Константинопольский Патриарх Илья Иерусалим Сейчас я точно Не буду говорить Не хочу врать Проезжая через Украину В Москву Он высветил Восстановил иерархию Да Официальную иерархию Православной церкви То есть Более 20 лет Была Вот эта жизнь Без иерархов Без Легального Так сказать Легальной Православной Какой-то Верхушки Это конечно Все обостряло Брестская уния 1596 года Объединение Православной церкви На Украине И Белоруссии С католической Организационно Оформленная В 1596 году На соборе В городе Бресте По условиям унии Православная церковь На Украине И Белоруссии Подчинилась Римскому папе И приняла Католическую догматику Но сохранила Православную Обрядность Одновременно В Бресте Делегаты Православного Духовенства И Эмирян Привели свой собор Который Отказался Признать унию И отлучил Униатов От церкви В середине 17 века Это территория Бывшая Южно-Руси Которая уже В силу того Что она входила В состав Польского государства Стала называться Польской Украиной Здесь появилось Это слово Да Окраина На самом деле Слово Украина Это древнее русское слово Еще в 12-13 веке Это слово Использовалось По отношению К окраинам земля Это нормальное Славянское слово Да И в Польше Начинает называться Эта территория Именно так Украина И собственно И жители Периодически Уже во второй половине 17 века Иногда украинцы То есть жители Этой самой Украины Вот так вот возникает Постепенно Но Маленькая ремарка Что в первом издании Баплана В знаменитой книжке Описание Украины Это французский инженер Не Украина А Окраина Первое издание Было через год Именно как Украина Да Произошла замена Но еще существовал Другой греческий термин Малороссия То есть Малороссия Дело в том Что в Греции Существовал такой Идущий От древнегреческой Традиции Восприятия Окружающего мира То что К Греции Ближе То малое Окружение Этой Греции А то что От Греции дальше То великое Поэтому В силу того Что южные русские земли Греции ближе Это малая Россия А в силу того Что русские земли Московские земли Дальше Это великая Россия Получалась Вот такая вот Интересная вещь То есть Здесь на самом деле Не в размерах Разница Здесь скорее идет Греческое различие В понимании Нежели вот В нашем отношении Что Россия Это большая страна Ближние дания Они маленькая и большая И невеликая И второстепенная Совершенно верно Это совершенно Другого уровня Понятия Вот И было еще Второе название Малороссия И жители Этих земель Тоже себя Очень часто Назвали малороссами Ну вспомним Того же Гоголя Который еще В 19 век Себя малороссом Называл И гордился Этим именем В общем Считай себя Одновременно Русским человеком Ну и писал Он как известно На русском языке Но это Немножко другой вопрос Я к чему Что к середине 17 века Сложилось Вот в этих Русских Малоросских Одновременно На украинских землях Потому что не было Никакого единого Устоявшегося названия Возникает Очень своеобразный Такой Клубок Противоречий Социальных Политических Экономических Духовных Религиозных Противоречий Первый ряд Противоречий Если мы будем Говорить о социальных О национальных Противоречиях Это противоречия Между русским Населением Этих земель И польскими Магнатами Русское население Этих земель Воспринималось Польскими Магнатами Как рабы Причем даже верхушка Социальная верхушка Русская земель Польскими Дворянами Шляхты Польской Воспринималось Исключительно В уничижительных Тонах Собственно Одним из поводов К будущему восстанию Стало унижение Богдана Хмельницкого Которого он претерпел Когда у него Просто отняли поместье И выгнали Значит вон И он вообще остался Собственно Без куска хлеба К существованию И такого рода Примеров было много То есть На этих землях Существовал Вполне заметный И понятный Национальный гнет Причем Польская шляхта Относилась Не просто К людям К русскому населению Которых можно Эксплуатировать Но как к рабам Которых можно убивать Потому что Они заслуживают Только вот такого Скотского существования И как к людям И ценность Человеческой жизни В общем-то Среди русского населения Со стороны поляков Не воспринималась Вообще Это была такая Рабочая скотина Не более чем Это первый клубок Противоречий Второй клубок Противоречий Возникал Социального плана Потому что Сама эта земля Она населялась Разными социальными Категориями Основная масса Населения Это все-таки Было наверное Крестьянство Крестьянство Которое занималось Земледелием Потому что все-таки Земли это богатейшие Были Другая часть Населения Этих земель Это было то самое Казачество О которых мы говорили И которые собственно Были свободными людьми И занимались В основном они Воинскими Разными делами Ну плюс Вели какое-то Хозяйство Чтобы выжить Само казачество Делилось на Две категории Первая часть Такая Этого казачества Это было Запорожское казачество То, которые жили За порогами Днепра Внизу Течение Днепра В знаменитой Запорожской Сечи В специальном Таком центре Своеобразном Городском Трудно называть Это гором Но некое поселение Где жили казаки Запорожские казаки Занимались Во-первых Войной с Турцией И охраняли Южные рубежи Турецких набегов И крымско-татарских набегов Во-вторых Они занимались Откровенными грабежами Они ездили Порубковали Они ездили В Турцию Значит Отправлялись Походы Кто сколько награбит Грабили они И русские земли Ну такой народ Был боевой В этом отношении Запорожская сечь Община малороссийских казаков Существовавшая В 16-18 веках За Днепровскими порогами Внутреннее политическое устройство Казачья республика Верховный орган Вечевая рада Которую выбирала Главу Запорожской сечи Кашевого атамана Запорожские казаки Были вольными людьми Промышляли разбоем И грабежами Торговых караванов Защищали православные населения Малороссии Воевали с Крымским ханством Турцией Польшей Впрочем В отдельные периоды Своим врагом Запорожцы могли считать И русское государство В разгар Северной войны Запорожцы выступили Против России Поэтому в 1709 году Запорожская сечь Была разгромлена Русскими войсками Кроме того Среди казачества Было так называемое Реестровое казачество Это казачество Которое записывалось Фактически в польскую службу И из них формировались полки Они получали жалования От польской короны И стояли в городах И вот Если запорожское казачество Они собственно и жили В своей запорожской сече И изредка Только вот По каким-то своим Тем или иным надобностям Участвовали в жизни В более северных регионах То Реестровое казачество Соответственно Было очень важным Частью населения Вот той самой Малороссии Они в малоросских городах Стояли гарнизоны И собственно Значительной частью населения Эти казаки были Их было определенное число Число это менялось Там по-моему Сначала 6 тысяч было казаков Потом 8 тысяч Которого в этих полках Значит Потом обратно 6 тысяч Ну там И у них были свои отношения Тоже с поляками Так вот На основе Как раз Реестровыми казаками Командовал гетман Вот откуда возникает Это понятие Гетманщина Откуда это слово Пришло До конца непонятно В принципе это немецкое слово Капитан Хауптман Вот Видимо гетман Это что-то вот тоже Через польское Какую-то Трансляцию Пришло на Украину Гетман назначался Польской короной То есть это было тоже Собственно Подданные Польского короля Он управлял Вот этим Реестровым казачеством Плюс Периодически Если удавалось заключать Договора С запорожскими казаками Он управлял Запорожскими казаками Но Не столь У запорожских казаков Все-таки свой Существовал атаман Который Так сказать И своя система Еще раз повторяю Самоуправление И еще были полковники Да Вот теперь К этому К этой речи Естественно Среди реестровых Казаков Выделяется Знать Полковники Старосты Там своя структура Существовала Управление Гетманщиной Вот этой землей Подчиненной Гетману И Это знать Постепенно Формируется В свою уже Малороссийскую Шляхту У которой Появляются Свои владения Свои интересы Экономические Социальные Политические Там и так далее И так далее Свои крестьяне Появляются И Таким образом Вот Был такой Серьезный Социальный Клубок Противоречий На этой Мало того Что поляки Значит Эксплуатировали Местное население Еще и Своя местная Знать Естественным Образом Ну каким Ей надо было Существовать Эксплуатировала Это самое Местное население И здесь Еще были Противоречия При этом Как всегда У так называемой Элиты То есть У знати У нее всегда Было два пути Или быть Компрадорской Да То есть Активно служить Наземным властителем Или стараться Выразить Какие-то Или пытаться Выражать Какие-то Все-таки Национальные интересы И вот эти два пути Всегда перед Знатью Такого рода В таких родах Государственных Образованиях Стоят То же самое Было и На малорусских землях Плюс Были Противоречия Религиозные О которых Мы говорили Потому что Конечно же После создания В 1596 После принятия В 1596 Году Брестской Уни И возникновения Униадской Церкви Православное Население Этих земель Испытывало Ну Просто Фантастическую По жесткости И жестокости Фантастические Притеснения На религиозной Почвы Закрывались Храмы Запрещалось Исповедовать Веру Закрывались Изгонялись Священники Причем Насильственно Изгонялись Священники И священство Подвергалось Насилию Просто-напросто Православных Тоже Мало того Что русское население Воспринимали Как рабов А православные Русские Тем более Вот это еще Хуже Но Самое интересное Другое Что вот подобного Рода Отношения К православию На этих территориях Порождало Ответную Очень жесткую Реакцию Со стороны Православного Населения И поэтому Вот то О чем Уже Было Сказано В начале 17 века На Малороссийских Территориях Начинается Очень Такой Серьезный Подъем Религиозного Самосознания Потому что Через сохранение Религию Люди Русское население Пыталось сохранить Самих себя Как Национальный Консолидация Происходила Да Возникает масса Братских школ Так называемых Где создается Система образования Православного Образования Строятся храмы Несмотря на запреты Да Всячески ищутся Контакты С Константинополем С Москвой И вот например Один из первых Метрополитов Киевских Вот после восстановления Киевской иерархии Иофф Борецкий Он в письмах В Москву Откровенно писал Что возьмите нас Под свою великую руку К русскому государю Мы хотим быть В великой Малой и великой России Это уже обращение Это Богдан Ахмельницкий Было не первым Это уже позже Это 40-е годы Это было 5 или 6 И второй Метрополит Киевский Он тоже обращался Неоднократно В Москву За помощью И идея Воссоединения С Великой Россией Она Уже возникает тогда И росла Именно на основе Вот того Духовного Религиозного Единства Между Малороссией И Великороссией И вот Весь этот Клубок противоречий Он накалялся Киев К тому времени В самом деле Становится Одним из таких Очень Значительных И важных Центров Роста Подъема Православной Культуры Особенно при Метрополите Петре Могиле Который Конечно Сыграл Кардинальную роль Именно Благодаря ему Возникает Этот знаменитый Киевский Коллегиум Будущая Киево-Могилянская Академия Могилянская Потому что В честь Петра Могилы Собственно Говоря Именно при Петре Могиле Основывается Масса Монастырей И Вернее Расцветает Масса монастырей И Именно при Петре Могиле Кстати говоря В Киеве Канонизируется Масса святых В том числе Кстати говоря И Илея Муромский Канонизируется В эти времена Как память О том великом Единстве Русском Единстве О русском Богатыре Который стал Русским Монахом Печерского Монастыря Печерский Монастырь Становится Одним из Центров Почаевский Монастырь Который Всячески Притесняется Его пытаются Захватить То уняты То католики Он остается Мощным Центром Турки Это уже Чуть позже Но имеется В взаимоотношениях С поляками И унятами И В этом отношении Киев конечно Становится Крайне важным Духовным Религиозным Центром Недаром Еще до Воссоединения С Киев С Малороссией Москва Уже обращается В Киев С просьбой Присылать Из Киева Ученых Монахов Которые Приезжают В Москву И поселяются Недалеко От центра На Воробьевых Горах Специально Для них построен Андреевском Монастыре Это становится Центром Киевского Ученого Монашества В Москве Вот эти Связи Они возникают Еще даже До Собственно Того самого Воссоединения Малороссии С Великороссией Для Москвы Для России Тоже Состоявшаяся Переславская Рада Это не был Так сказать Некий спонтанный Шаг Который И предпосылки Которые сформировались Не вчера Там не в октябре Месяц Когда прошел Земский собор А все таки Были предопределены И политикой Активной Московских князей На этом западном направлении И Значит Многими другими Обстоятельствами Вот Что касается Все-таки казачества Мы знаем Что Первая сечь Ну такое вот Более-менее Представление Конкретное Связывает с именем Дмитрия Вишневецкого Такого князя Он не был Прямым потомком Знаменитого Ерема Вишневецкого Который подавлял Огнем и мечом Потом уже Казацкое восставление Времен Хмельницкого Но происходили они Из одного Княжеского рода Вот Байда Вишневецкий Он один из Героев казацких Дум различных И считается Одним из основателей Казачества Вот Но он действительно Был такой Вольный украинный Магнат Там казаковал На Днепре Так сказать И по неким Данным Есть данные Что он основал Некое укрепление На острове Малых Ортица Которое правда Вскоре было разрушено Крымскими татарами То есть это вот Первое известие О легендарной Сечи Запорожской Появилось более-менее Постоянное укрепление Где несколько тысяч человек Казаков обитали Это относится уже К 70-м годам 16-го века Дальше эта сечь Уже существовала Более-менее Значит Постоянно Переносилась правда С места на место Несколько раз Татары ее уничтожали Но уже более-менее Постоянно она существовала Вплоть до начала 18-го века Вот И с другой стороны Реестровое казачество Реестровое казачество Возникло позднее Первый реестр Был утвержден В 1572 году Включал он 300 казаков Всего То есть это было Начинало все Очень с малого И самая максимальная Чистость реестра Сергей Вячеславович Правильно сказал Была 8 тысяч Что такое 8 тысяч 8 тысяч Даже для тех времен Это ничего Никогда всех Желающих казаков Этот реестр Не мог вместить А реестровые казаки Это те Кто официально брались На службу Речи Посполитной Которым было положено Жалование Которое правда Выплачивалось Опять же Очень редко Потому что Скарб Казна Речи Посполитной Постоянно Страдала От безденежья Вот поэтому Эта проблема Значит Реестровых Вольных И запорожских Она Как бы Они смыкались Между собой Потому что Тех кто его не брали В реестр Они уходили На запорожье Значит И так далее И соответственно Запорожье Осуществлялись основные Набеги На побережье Самый расцвет этих Это первая четверь 17 века Когда казаки Совместно с донскими Казаками Наводили ужас На побережье Османской империи То есть И это они Постоянно Как сообщающиеся Сосуды Переливалось Туда и обратно Реестровая казачьи Возникла позже В 1625 году Куруковский договор После восстания Марко Жмайла Был учреждено Шесть полков Все они были На правобережной Украине Это Начинать Чигирин Черкассы Корсунь Белая церковь Киев Значит Что-то еще Какой-то Канев Да Вот это все Родина Реестрового казачества И именно там Казацкая традиция Была наиболее Значит Прочной На левобережной Украине Мы казачество Не знаем До восстания Хмельницкого Она собственно Существовала Именно на правобережье Вот вокруг этих городов Это были города Полковые города Реестрового казачества Но численность реестра Всегда была очень небольшой Поэтому это проблема Казаки все время Хотели признание За собой Прав служилого сословия На постоянной основе С гораздо большим числом Реестра До 20 тысяч Они требовали Да До 20 тысяч И соответственно Все это опосредованно И выражало их право На некое Так сказать Самостоятельное Политическое Бытие Теперь что касается России Мы знаем Что Иван Третий Вел активную политику Значит Присоединение Западно-русских земель Несколько войн Было с Великим Княжеством Литовским Был присоединен К России Чернигов Значит Был присоединен Смоленск Уже Василием Третьим Еще ряд городов В Волговском Междуречье И То есть Граница проходила От Киева Русская Очень недалеко При Иване Третьем Иван Грозный Взял Мы знаем Он Дмитрия Вишневецкого Ведь он был Царским слугой Он взял его на службу Вишневецкий Даже вместе с Адашем Ходили на Крым В 1559 году Если я не ошибаюсь Сейчас что Да Значит Потом Вишневецкий Правда Царскую службу покинул Само вот это активное Участие Попытки России Так сказать Как-то В том числе И под свой протекторат Вот этих запорожских казаков Перетянуть Они уже наблюдались тогда Потом конечно Смута Значит Целый ряд Обернувшиеся В том числе И интервенции Вмешательством Речи Посполитой Уже во внутренние Дела Так сказать Мы можем тут вспомнить И поход Гетмана Сагайдачного С казаками Когда казаки Хорошенько погуляли Но потом правда Просили У Иерусалимского Патриарха Отпущения этого греха Сама Сагайдачный Просил Значит За свой поход На Россию Но тем не менее То есть опять Русская граница Откатилась на восток Был потерян Смоленск Был потерян Чернигов Новго-Север Северская земля Это стало Смоленское воеводство Смоленск стало Сновой Смоленское воеводство Возникло новое Черниговское воеводство Речи Посполитой Такая ситуация Не удалось ее переломить Мы знаем и во время Смоленской войны 1632-34 годов Когда осада Смоленск Окончилась неудачей Но в России В Москве Все время помнили Так сказать О своих претензиях О своих правах Как их тогда понимали Династических Да Потому что Романовы считались Преемниками Рюриковича Не зря Алексей Михайлович Отмаливал грехи деда Своего Иоанна Иоанна Грозного Да Иоанна Грозного Да Хотя не являлся его Прямым потомком То есть Это всегда Помнили о Так сказать Что Киев Это мать городов русских Что Киев Это центр Так сказать Духовного Не зря Общерусское летописание Киевское Руси древнее Дошло до нас Именно в составе Собственно Лестописание Московского Да Все летописи Переписывались И сохранялись Так сказать Очень тщательно Именно в Московской Руси Вот эта историческая память И Осознание того Что так сказать Вот Наше Да То что там Оно лежит за границей Его надо рано или поздно Забрать Она в Москве Хорошо Осознавалась И к ней Примешивалась Вот эта жажда Реванша За понесенное Унижение И разорение Смутного времени За проигранную Смоленскую войну И Конечно Здесь Так сказать Русская правительство Очень внимательно Следила за Всеми событиями Кроме того Казаки Которые терпели Поражение Во время восстаний От войск Речи Посполитой Массово уходили За русскую границу Исследователи Вот изучая Так называемые Поминальные книги Поминники Киевско-Печерской Киево-Печерской Лавры 15 века Если я не ошибаюсь Обнаружили там Масса Поминовений Жители Московского Княжества То есть люди Ехали в паломничество И посылали Так сказать При оказии Какие-то Значит В дар Напоминовения В клады В Киево-Печерский Монастырь Несмотря на то Что он находился Мало того За 3-9 земель Да и через пустынные земли Разоренные татарами Надо было ехать Он находился И в другом государстве Причем Что более удивительно Посылало не только знать Есть записи О простых сапожниках Там О простых Ремесленниках О каких-то купцах Средней руки То есть на Руси В Великой Руси Продолжали воспринимать Киев И в частности Киево-Печерскую Лавру Как во-первых Свое Родное И как центр Духовный центр И это было Очень почетно И оттуда Так сказать Молитвы к Богу Быстрее дойдут Потому что Это самый древний Православный монастырь Киево-Печерская Лавра Морской монастырь В Киеве Основан в 1051 году С 1598 Лавра В 11-19 веках Это был крупнейший Религиозный И культурный центр В нем велось Лето Писания И был составлен Сборник Житий монахов Киево-Печерский Патерик Также действовали И к написанной Мастерская Типография И школа В 1929 году Монастырь был закрыт Затем действовал С 1942 По 1961 В 1926 году На его территории Был создан Музей-заповедник В 1988 году Был открыт Свято-Успенский Умудренным человеком В мировой политике Его предстояло выбирать У него значит Крымские У него польские проблемы У него надо спасать население У турецкие еще проблемы Не забывать Потому что Крымская хаста Была фактически Вассалом То есть Не Скажем так Непродуманное решение О принятии Поэтому так долго колебались Да О принятии Вот этих земель Я приведу немножко Войну Это с Польшей Это точно закончилось? Тем более Что до того Были только поражения Известный пословец Генерал Все готовится К прошедшей войне То есть Русская элита Думая о том Что сейчас Они примут Под высокую руту Руку Богдана Хмельницкого С казаками Должна была смотреть На Польшу Было нашествие В Смуту Была Смоленская война А сможем ли мы В этот раз Дать отпор Польскому войску Во время Смоленской войны Ведь поражение Было позорнейшее Для русского войска Поэтому очень долго колебались Восстание началось В 48-м году На Украине И только в 54-м Состоялась Я еще раз напомню Немножко другой даже факт Чуть раньше В конце 30-х годов В 1637-38 По-моему Году Не запорожские Донские казаки Погуляли На берегах Черного моря И завоевали Азов Который был турецкий Азаком Турецкой крепостью И обращались Тогда тоже В Москву С просьбой о помощи И так далее Более того Земский собор Состоявшийся Поддержал казаков И давайте Посылаем войска Посылаем оружие И все А тут Турция сказала Что Но Это означало войну с Турцией И вполне было понятно Что Россия в те времена Просто физически Не могла вести Потому что Через дикое поле Ну невозможно Было Доставить Ни войска Дойти Нормально Не могло Даже последующие Голицынские походы На Крым Всегда заканчивались Тем Что войско Просто не доходило До Крыма Не было баз Поддержки Потому что Надо было идти Через голую Горящую степь Практически Вот И Несмотря на то Что Земский собор Поддержал Просьбу казаков Царское правительство Михаил Федорович Отказалось В этом участвовать Потому что Поняли Что не справится Так и здесь Несмотря на то Что Когда восстание Началось Было несколько Обращений в Москву За помощью Не решались Потому что Это означало Прямую войну С Польшей А вот здесь Ставила Большая проблема Справимся мы Не справимся Потянем Не потянем Потому что Это же огромные Затраты У нас есть такая Вот сейчас Ну некая традиция Сложилась Мы воспринимаем Как бы Историю Уже с позиции Того Что Россия Уже большое Сильное государство Ну что же Так долго ждали Вот украинские Историки часто Такую упреку Выдвигают Что мол специально Ждали Чтобы казаки Так сказать Обескровить Казацкое войско На самом деле Если мы отсечем Великую империю 18 века То мы увидим Что ну Среднее государство Которое истощенное смут Очень Соловьев Об этом Ловко Ну очень Хорошо написал Тем более Что после войны Сразу Начало Когда началась Русско-польская война В 54 1654 году Началась страшная Эпидемия чумы В России Потом эти все Медные бунты Городские восстания Об этом тоже нужно Все Тут Соборное уложение В 49-й год Начало восстания Хмельницкого на Украине У нас своя череда Городских восстаний Здесь в России Причем Восстания-то Произошли Как раз Из-за экономических Неурядиц Строги Медные деньги Это 61-й год И во многом Были вызваны Кстати Русско-польской войной То же самое Истощение Дефляции денег Ресурсов Поэтому Эта война была И потом Это показала История Что действительно Решение о войне Было очень ответственным шагом Война была очень тяжелой Временами Так сказать Длительное Истощение Временами Просто на весах Качалось Так сказать И вот это вот Победим Непобедим И действительно Ведь окончился С половичным результатом Там еще Швеция Вмешалась Тут решение было Очень сложным И очень Давалось нелегко 1 октября 1653 года В Москве Собрался Земский собор И вот если Тексты Земского собора Почитать То там Масса оговорок При принятии Этих решений Почему Что Как И очень долго Советовались Потому что Все прекрасно Понимали Что Это не просто Россия приобретает Огромные Новые территории Подданные И наконец Русское православное Населие Потому что Очень много Говорится Как раз О православном Единстве И о необходимости Спрости Православный Люд В этом решении Не только это Но и то Что В будущем Россию ожидает Очень тяжелая И очень непростая Война Не говоря уже о том Что собственно Управление Малорусскими землями Тоже вызывало Я думаю У чиновников Тогдашних Российских Большие вопросы Потому что Все таки Эта территория Была во многом Неуправляемой Я предлагаю Немножко вернуться Назад К 48 Году И рассмотреть Как Гетманская власть Установившаяся На малороссийских землях На Украине Как она тоже Шла К этому Дате 1654 года Богдан Хмельницкий О нем Очень много Написано Но Собственно Его биография До этих событий Известно Очень мало Известно Что он был писарем Войска Запорожского В одно время Подписывал Капитуляцию 1637 года Во время Восстания Очередного Казацкого После этого Он должности Писаря Лишился И значит Ну он был Заслуженным Таким Он кстати Был очень Мелким Шляхтичем То есть И самое Что ни на есть Мелкой шляхты Мельче некуда Вот этот Хутор Субботов Из-за которого Начался его Конфликт С конец Польскими Он Собственно Был дан Его отцу Михаилу За цицорскую Компанию В 1620 году Против война Польши С Турцией Вот Который там Погиб И за службу Его То есть Тут Род его Родословно Очень короткая Богдана Хмельницкого Он был Из той Вот Как бы Вот этой Прослойки Мелкой шляхтой И зажиточным Казачеством Хотя потом Он понятно Писался уже Что я шляхтич Говорил Что он Благородный Но на самом деле Там Его шляхетство Оно идет По самому Нижнему краю Вот этой Всей сословной Группы И вот я уже Говорил о Конецпольских Которые были Владельцами Крупными Владельцами На правобережной Украины Чигиринское Старство Было их И собственно Они Большие землевладельцы Свои владения Любили округлять Тем более Что у массы Мелких землевладельцев Как Богдан Хмельницкий Никаких документов Там пожалуй Пожалуй Как правило Не было То есть Это была Некая традиция Вот отцу Кто-то дал Разрешил там Поселиться Он основал хутор Каких-то поселенцев Сюда привлек И вот был У него небольшой Имениц Они округляли Эти владения Собственно И на этот хутор Выдвинули права Да Грамот никаких нет Хмельницкий Уже тогда был Авторитетным Более-менее Казацким Вождем Он уже поехал Король Владислав Польский Который покровительствовал Казаков Дал ему Эту грамоту А покровительствовал Потому что Готовил большую войну Против Турции Но уже было поздно Значит Конец Польский Александр Конец Польский Староста Чигиринский Науськи У него Одного из своих слуг Вот этого Чаплинского Под староста Чигиринского Вот возник этот конфликт Хутор забрали Сына там На рынке Где-то в Чигирине Избили до полусмерти Значит И Самого Хмельницкого Чуть ли не охоту На него открыли Он бежал на сечь Ну и там Запорожское казачество Оно всегда Помнило о прошлых поражениях И унижениях Тут одной из кры Было достаточно И надо сказать Что Вот В 1938 году Было последнее восстание После этого Было Десятилетие Так называют Золотого мира Который называют Польские историки То есть Никаких восстаний Не было Все вроде бы Развивалось хорошо Новые села Строились Налоги собирались Но под этим всем Зрело Значит Недовольство Которое никто Замечать не хотел Вот оказался Тот момент Достаточно было Одной искры Все вспыхнуло В одночасье Оказалось К войск нет За 10 лет Там вроде Все было спокойно Ничего нет И победы пошли Одна за другой Там еще тоже Я вот немножко Чуть остановлюсь На этом моменте Которому уже было сказано Что Сбежал Значит Прибежал Богдан Хмельницкий На сечь Сечевики его поддерживают Да Давайте запорожское войско Но самое главное Это в другом Вот этот взрыв Крестьяне массой Просто десятками тысяч Пошли к нему Как только узнали о том Что сечь поднялась Воевать с поляками Малороссийское крестьянство Двинулось И все пошли в казаки Все Моментально Практически все Население Объявило Мужской Естественно Там масса Есть таких воспоминаний Что Причем Польских воспоминаний Еще украинских воспоминаний Описаний Что куда ни придешь Все везде казаки Нигде крестьян нет А этот эпизод В фильме Богдан Хмельницкий Вот старый Старый А я его не помню Кстати говоря Там когда Жаров играет Вербовщика И к нему подходит Как раз крестьяне И он когда выбирает Значит Спрашивает Ты отче наш знаю Знаешь Ну читай Тут произносит Все-все-все Иди-иди-иди Вот купьешь Пью Все иди Все наш Совершенно верно Там даже вербовщики Были не нужны Там крестьяне Сюда уж и не уходили Показывает, что толпа Огромная толпа Переправляются через реку Записываться Вот в этот город Командан Хмельницкий Так оно и было На самом деле И ведь Передеска росла Как снежный ком Да То есть Я думаю Богдан Хмельницкий Он поначалу Даже сам испугался Потому что Из мелкого Такого хозяйственного Условно говоря Спора Да Который мог в принципе Решиться Через жалобы К польской короне Там еще Ну каким-то образом Это могло решить Он вдруг обратился К казакам К казачки поднялись Его поддержали И тут Вся Малороссия Ринулась к нему Увидела в нем вождя И он себя вдруг ощутил Я думаю Поначалу Само деле Он даже до конца Видимо не понимал Кстати Есть такое У него Воспоминание Об этом Что по настоящему Вождем Народу Он ощутил себя Когда в Киеве Встретился с Иерусалимским Патриархом Паисием Тогда в Киеве Пребывавшим И когда Паисий Ему объяснил Вот это вот суть Того Что это не просто Война там За какие-то Свои имущественные Права А что это война За весь православный мир И что вот Эта духовная основа Является объединяющим Несмотря на все Внутренние социальные Противоречия Между крестьянами Малороссийскими Шляхты Малороссийскими Казаками Реестрами Казаками Такими Кем бы там ни было Но вот Именно тогда Вот мне лично кажется Когда в 49 году Уже Хмельницкий После многих побед Уже над поляками Оказался в Киеве Он тогда себя По-настоящему Ощутил национальным вождем Вот просто понял Это Осмыслил эту задачу Ну кстати Вот у Гоголя В Тарасибульбе Вот эта знаменитая его речь Когда он уже горит Что придет русский царь Поднимается из русской земли Свой царь И не будет силы Которая бы не покорилась ему Да И вот конечно Когда вот Это соответствует Этот пафос Когда вот В талантном исполнении Современных актеров Это ты слышишь Да То ты ощущаешь Эту мощь Которая вдруг Откуда-то из земли Возникает И она пошла Это лава пошла Да Ну так же Как у того же У Гоголя Мощь вообще Такая духовная Малороссийская земля Это в самом деле Вот в этом Противостоянии С католичеством И униатством Малороссийское население Показало себя Ну На удивление Таким мощным Единым народом И какие-то Такие глубины Открываются С которыми Невозможно Никому справиться В том числе В войне С поляками Что и в прозе Гоголя Малороссийской прозе Это очень здорово показано Вот это какая-то Глубинная Такая основа Которую Невозможно Никуда сдвинуть Поэтому конечно В этом отношении Народ малороссийский Был готов на все Лишь бы Сохранить Самого себя И свою веру Мы специально Построили Сегодняшнюю программу Таким образом Чтобы подготовка К подписанию Вот как бы Закреплению И речи Его знаменитые В Переславле Чтобы основную часть Программы Мы посвятили Именно подготовить Естественно Хотя сам процесс Тоже подписание Там И Клятвы Да Ну там Клятвы Подписания не было Потому что Оно не могло быть Ну как за царя Будет подписываться Послан Была присяга Очень интересный момент Вообще Есть такая пословица Русский мужик Долго запрягает Но быстро ездит То есть Россия Очень долго колебалась Вступать Не вступать Брат казаков Под высокую руку Не брать Но когда уже Зямский собор решил Василий Васильевич Бутурлин Поехал Просто наскоро Из Москвы Что даже на кассу Присылали уже По пути Значит он приехал В Путиволь Долго ждал Некоторое время ждал Когда придут гонцы От Гетмана Что его готовы Приять И опять же Наскоро Выехал в Переславль Ставка Гетмана Ведь была в Чигирине Но сам Гетман Приехал на левый берег Днепра В Переславль Чтобы все это Могло произойти Побыстрее И вот 8 января Как это описано В статейном списке Бутурлина Это основной источник Значит собралась Ведь это Не было какое-то Кулуарное соглашение Да Хмельницкий собрал Всех жителей города Старшины казацкие Полковники Мещане Местные По-моему не только Даже города Были представители Из разных Генеральная старшина Была вся Духовеста было только Городское Другого не было Потому что другое Не приехало Киевские Они не хотели Да Значит он же Всенародно объявил Что вот у нас Три дороги Царь православный Которым мы просимся С 48-го года Четыре Четыре дороги Он значит Я просто помню Он сказал Хан турецкий Султан турецкий Хан крымский Король польский И царь православный Да Вот и тут Конечно так сказать Православный Великий России Государь Царь И великий князь Алексей Михайлов Всея Руси Самодержеств Восточный Которому уже 6 лет Беспрестанными молениями Нашими Себе просим Так что Ну вот Насколько мы Значит Ну был один нюанс Дело в том Что до этого Восставшие казаки Заключали договора Так сказать С речью посполитой Были же попытки Урегулировать И статус войска Запорожского И какого-то соглашения Достичь в рамках Все-таки Польско-Литовского государства Был Сборовский договор Был Белоцерковский И он скреплялся Взаимной присягой Казаков И значит Представителей Польской магнотерии Представителям Польского правительства И вот казаки Как бы Они уже У них сформировал За 6 лет Некое представление О вольностях Да Которое отражало Их внутренний порядок Жизни и управления Которое Кто-то им должен Гарантировать Таких гарантий Они ждали От русского правительства Но Юридических гарантий Они не получили Потому что Тут Была другая модель Модель подданства Что они били челом Они присягали На всей воле Так сказать В вечном подданстве А уже царь Как милостивый государь Как помазанник божий Жаловал их Отдельно Совершенно Вот этими Потом была делегация Поехала же обратно В Москву И уже там Они же просили Бутерлина Чтобы он присягнул За царя Бутерлина отказался Бутерлину За это голову отрубили Дать обещательное письмо Хотя бы за своей рукой Как это называлось Тоже Бутерлина отказался То есть тут Был так все-таки Характер Конечно отношений Носили договорной Но говорят Что это вот Был Переславский договор Как сейчас Часто говорится Это все-таки Не совсем правильно Именно в 17 веке После Переславской рады После русско-польской войны Мы Мы можем уже И государь Собственно стал себя Так называть Произошло Воссоединение Пусть части Древнерусского государства В едином государстве Потому что И государь стал уже Зваться теперь Государь Царь Великая Малая И Белая России То есть и Белоруссия И часть Малороссийских земель Левый берег Днепра Вошли в состав Уже тогда Единого Московского царства Спасибо вам Что вы провели Сегодня час с нами А с вами Уважаемые телезрители Мы прощаемся Чтобы вскоре Встретиться И продолжить Наши экскурсы В историю В поисках истины Всего вам доброго До свидания Спасибо Спасибо большое Редактор субтитров А.Семкин